В Кыргызстане сменилась власть. Президент Сорунбай Жейнбеков подал в отставку. Как он объяснил свое решение, кто теперь будет исполнять обязанности президента и почему некоторые политики назвали это силовым захватом власти? Ответы на вопросы в следующем материале. Я не держусь за власть, заявил теперь уже бывший президент Кыргызстана Сорунбай Жейнбеков в своем обращении к гражданам. Он попытался объяснить причину своей внезапной отставки. Как пояснил Жейнбеков, его главная цель в сложившейся ситуации – не допустить кровопролития в республике. Он не хочет остаться в истории страны, как президент, проливший кровь собственных граждан. Для меня мир в Кыргызстане, целостность страны, единство нашего народа и спокойствие в обществе превыше всего. Нет ничего дороже для меня жизни каждого моего соотечественника. Призываю премьера Жапарова и других политиков увезти своих сторонников из столицы страны и вернуть мирную жизнь. А ведь еще накануне Сорунбай Жейнбеков ответил отказом новому премьер-министру Садыру Жапарову на его требование уйти с поста президента. Жейнбеков сказал, что сделает это после проведения в стране новых парламентских выборов. После этого сторонники премьер-министра Жапарова вышли на митинг в Бишкеке и заявили, что не уйдут, пока президент не подаст в отставку. Однако из-за комендантского часа люди разошлись, но утром вновь пришли к государственной резиденции Ларча. Позже тут же услышали долгожданную для себя новость. Но даже после этого не разошлись, а выдвинули новые требования о распуске парламента. Кыргызский политический деятель, председатель партии Арнамыс Феликс Кулов назвал последние события силовым захватом власти. Он сообщил, что сегодня, в первые половины дня, вопрос об отставке президента вообще не стоял. И, похоже, ситуация развивается по заранее написанному кем-то сценарию. Вывод здесь может быть только один. Некие силы, рано или поздно уверен, станет известно, что за силы, решили пойти на силовой захват власти. И президента поставили перед выбором. Добровольная отставка или война? Настоящая, без всяких кавычек. Полномочия президента Кыргызстана, согласно Конституции страны, переходят спикеру парламента Канату Исаеву. На эту должность 13 октября его выбрали депутаты Жогур-Кукинеша. Но в случае невозможности исполнения этих обязанностей спикером, полномочия президента возлагаются на премьер-министра. Ирина Евгеньева, Наталья Райм, Информбюро. Смотрите Информбюро на YouTube. Прямые эфиры, репортажи с места событий, аналитика, журналистские расследования. Все то, что важно и нужно знать. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии и непременно жмите на колокольчик. Информбюро. Когда нужна честная информация.